Власти все-таки уступили. После отставки спикера парламента было выполнено еще одно требование протестующих. Следующие парламентские выборы пройдут по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. Об этом объявил глава правящей партии «Грузинская мечта. Демократическая Грузия» Бедзина Иванишвили. Политическое объединение «Грузинская мечта. Демократическая Грузия» выступает с инициативой широкомасштабной политической реформы, чтобы парламентские выборы 2020 года прошли по пропорциональной системе и в условиях нулевого, повторяю, нулевого избирательного барьера. Обществу известно, что именно «Грузинская мечта» была инициатором этой конституционной реформы. Однако там же было установлено, что переход к этой избирательной системе будет более правильным в 2024 году, так как укрепление партий, их кристаллизация вокруг ценностей, повышение консолидации и конкурентоспособности требует еще нескольких лет. Но жизнь вносит свои коррективы во все, и долг каждой ответственной политической силы быть адекватным вызовом, стоящим перед страной, и, что главное, ощущать пульс общества. Сегодня мы все видим, что общество требует перемен, а наша инициатива дает основу именно для широкомасштабных политических перемен. Первичная причина, которая подтолкнула нас к этому, это желание и готовность нашего общества, и особенно молодежи, активно подключиться к управлению страной и взять на себя ответственность. С этим стремлением общества совпадает и желание нашей политической команды добровольно отказаться от тех стартовых преимуществ, которыми грузинская мечта, естественно, обладает в условиях смешанной избирательной системы. Помимо этого, миллиардер анонсировал упразднение процентного барьера для участия в выборах. Поэтому мы предлагаем вам переход на пропорциональную избирательную систему. В то же время мы снижаем до нуля, то есть полностью упраздняем существующий сегодня процентный барьер. Иванишвили выразил уверенность в том, что в 2020 году именно его партия снова окажется победителем. Результаты промежуточных выборов убедили всех, что любой кандидат от грузинской мечты практически вне конкуренции. И если парламентские выборы 2020 года пройдут по смешанной системе, с большой вероятностью грузинская мечта победит практически во всех мажоритарных избирательных округах. Но не стоит забывать, что одно из основных требований митингующих отставка министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария. Некоторые люди называют Гахария вторым человеком в стране после бензина Иванишвили. В этот же день, в знак протеста, желающие отставки Георгия Гахария двинулись автоколонной по Тбилиси в направлении здания МВД. Георгия Георгия На основе 154 статьи регламента парламента Грузии обращаюсь с просьбой в рамках компетенции предстать на планерной сессии парламента в связи с событиями на проспекте Руставель в Тбилиси 20-21 июня 2019 года. А протестующие объявили о начале очередной акции протеста. Во время которой установленный людьми бюст Гахария был символично дополнен повязкой на один глаз. Продолжение следует... Протесты продолжились и на следующий день. Требования все тоже. Отставка Георгия Гахария. Как вы могли заметить, с каждым днем власть ведет себя все мягче и покладистей. Если первый митинг запомнился жестким разгоном протестующих, то на следующий же день в отставку был отправлен спикер парламента. А еще через пару дней власть согласилась провести выборы по пропорциональной системе уже в 2020 году, хотя ранее всячески этому противилась. И Ванишвили задабривает недовольных. Сначала Кабахидзе в отставку, теперь и выборы проводим так, как вы этого просили. Бедзина даже публично заявил, что необходимо наказать всех правоохранителей, которые превысили свои полномочия. За общественным требованием должны последовать, и я убежден, что последуют правовые результаты. Должны быть наказаны все те, кто организовал массовое насилие, и те, кто превысил силу. В скором времени обвинения были предъявлены десяти полицейским. Более того, мэр Тбилиси Кахакаладзе объявил, что власти готовы профинансировать лечение за границей всех нуждающихся в этом пострадавших. Всем пациентам, пострадавшим на акции на проспекте Руставели, кому необходимо лечение за границей, государство полностью профинансирует его, и за пределами страны им будет оказано все необходимое обслуживание. И раз уж затронута тема пострадавших... В предыдущем ролике я сказал, что двум людям удалось сохранить глаза, и такая новость действительно была. Однако мне написали, что все же были люди, которые реально потеряли глаза, и сейчас я бы хотел осветить эту ситуацию. Речь пойдет об истории 18-летней девушки по имени Марьям Гамури, или просто Марко. В ту самую ночь, когда в столице Грузии разгорелись протесты, Марьям шла домой после работы. Но в итоге она оказалась в числе людей, попавших под обстрел резиновыми пулями. Одна из пуль попала Марко в глаз, и она была госпитализирована. Уже находясь в машине скорой помощи, в практически бессознательном состоянии, она нашла в себе силы показать покалечившим ее полицейским два средних пальца. Врачи не смогли помочь Маку. 18-летняя девушка потеряла глаз из-за того, что люди в форме решили, что они имеют право обстреливать народ резиновыми пулями. Но когда я прочел заявление Марьям Гамури, которые она сделала сразу после выписки из больницы, я был удивлен. Удивлен внутреннему стержню и силе духа этой девушки. Я Мако, мне 18 лет, и вчера на акции я потеряла глаз. Я та девушка, которая волей или неволей внесла свою часть жертвы в борьбу за свободу. Я не хочу, чтобы каждая секунда боли, которую я чувствую, затиралась на операционном столе или больничной палате, где я уже несколько ночей не могу спать от боли. Не хочу, чтобы потерялось ничего из того, что я чувствую. Боль, злость. Я была беззащитна, как и сотни других людей. И меня обрекли на смерть, как и сотни других людей. Обещаю всем тем, кто за меня болел, я буду стойкой. И вы тоже пообещаете, что будете поддерживать меня и бороться с несправедливостью. До этого я всегда считала, что один человек не может сделать ничего. Сейчас, когда я издалека смотрю на своих сверстников, то вижу, какая у нас есть сила. Россия оккупант. Мы обязательно выиграем эту войну. Просто вдумайтесь, 18-летняя девушка лишилась глаза, но ее это не сломало. Многие ли из нас мужчин в состоянии проявить такой характер? Это реально вызывает восхищение. Такие люди это символ свободы грузинского народа. Символ несгибаемой воли. И Марьям уже становится символом проходящих в Грузии протестов. Взрослые мужчины порой боятся не то, что на митинг выйти, а вообще сказать слово против власти. А 18-летняя девушка, которая лишилась глаза из-за преступников в правоохранительных органах, не боится. Она обещает быть стойкой и заявляет, что победа будет за грузинским народом. И видя такое, ну просто стыдно отступать. Позорно поджимая хвост со словами «Я простой человек, что я могу изменить» ползти в свою конуру в надежде, что хозяин будет благосклонен. Но такого не произойдет. Грузинское общество не будет сломлено. Как не был сломлен Заза Саралидзе, потерявший своего сына. Как не сломалась Марьям Гамури. Иногда я спрашиваю себя, а почему вышло так, что многие страны бывшего СССР погрязли в диктатуре, в то время как Грузии удается идти по пути демократического развития. И сейчас я понимаю, что ответы находятся прямо передо мной. Перед всеми нами. Такие люди — это и есть ответ на вопрос, почему Грузия не может быть несвободной. Потому что по-другому грузинский народ существовать не может. Свобода для него — это великая ценность. Это признак достоинства. А разве имеет право человек собственноручно лишить себя достоинства и после этого продолжить называться человеком? Я искренне сочувствую Марьям, но в то же время глубоко ею восхищаюсь. И смотря на нее, я выражаю полную уверенность в том, что грузинский народ добьется всего того, чего он требует. И никакая власть, никакие олигархи, никакие линчеватели с резиновыми пулями никто не сможет его остановить.